Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Агентство Reuters 6 февраля со ссылкой на пожелавших, естественно, остаться анонимными представителей американских властей сообщило, что 15 февраля начнется очередное российское вторжение на Украину, ну а Киев падет через несколько дней. А с нами на связи из Киева известный украинский политолог Валентин Гайдай. Валентин, рад приветствовать вас. Добрый день! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Валентин, я хочу начать с цитаты, которую привел на своей странице в Фейсбуке. Хорошо вам знакомый политолог, я думаю, ваш коллега киевский Руслан Бортник. Цитата, я цитирую, извините за тавтологию. Массы называют истинной информацию, которая наиболее знакома. Обыкновенные люди обычно гораздо более примитивны, чем мы воображаем. Поэтому пропаганда по существу всегда должна быть простой, без конца повторяющейся. В конечном счете, самых выдающихся результатов во влиянии на общественное мнение достигает только тот, кто способен свести проблемы к простейшим словам и выражениям. И у кого хватит мужества, постоянно повторять их в этой упрощенной форме, несмотря на возражения высоколобых интеллектуалов. Конец цитаты. Автор этих слов не кто-нибудь, а Геббельс. Ну, не буду говорить всем известно, кто это. Поскольку я ежедневно смотрю, практически ежедневно смотрю Евроньюз, я вижу, что в последние, там каждый день, каждый день, поскольку у них новости повторяются, там уже в день, наверное, они по 50 раз это крутят, каждые полчаса у них повторяются новости. Они показывают постоянно, как украинцы готовятся к оторожению агрессии России, бегают с деревянными автоматами по лесу, стреляют пих-пых-пах, при этом произнося вслух, штурмуют какие-то пустые здания, учатся пользоваться взрывными устройствами. Это все показывают. Причем инструктажи идут как для тех, кто стреляет, так и для тех, кто собирается взрывать что-то. Идут на русском языке, тоже зрады, наверное, в какой-то степени. У меня к вам вопрос, как к политологу прежде всего, и как к политтехнологу также. Насколько слова Геббельса коррелируются с тем, что происходит сегодня на Украине? Ощутим ли эффект, как вот тот же Руслан Бортник пишет, эффект износа информации или в случае Украины это не работает? Спасибо за ваш интересный вопрос. Начнем с того, что действительно на меня за последнее время выходили и западные журналисты, и даже японские журналисты, и традиционно журналисты из стран постсоветского пространства, Турции. И у них, почти у всех, складывается впечатление, что тут действительно ужасная ситуация, почти предвоенная. Люди массово идут в ополчение, строят какие-то, знаете, землянки, чтобы скрыться, наверное, бомбоубежище, баррикады на улицах, роют линии обороны, как в 1941 году. Вот реально европейцев и Запад в целом, да, вот если мы там про Японию говорим, Корею, Штаты, Канаду, их реально напугали. Вот нагнетанием вот такой истерии, что Путин вот оказывается уже 15 февраля нападет, то есть не на католическое родительство, он там собирался нападать, потом на Новый год сразу, потом на открытие Олимпиады в Пекине. Теперь вот 15-го числа, возможно, я вангую 23 февраля, ну как же на день советской армии и не напасть, правильно? Ну конечно. Это естественно, понимаете? Ну настолько уже нагнетают западные СМИ эту ситуацию, эту истерию, что нам тут все больше и больше смешно. И знаете, надо отдать должное отдельным нашим политикам, в том числе Зеленскому, министру обороны, министру иностранных дел. Можно к ним по-разному, конечно, относиться, но они начали проявлять здравый смысл заявлениями, что извините, никакой войны не будет, отражения не будет. Да, ВСУ готовится, мы всегда на такой вот готовности проводим тоже учения, но не стоит нагнетать. И тут они совершенно правы, потому что, ну кроме негативных тенденций на фондовом рынке, с курсом валют, в экономике, никак по-другому эта информация на падение России не сказывается на Украине. Кстати, так же, как и на России. В России там тоже и падение акций на их бирже, и падение рубля. То есть, я понимаю в этом моменте цель Запада, да, держать напряжение Россию на такой ощущениях нестабильности, минимум на Донбассе и максимум во всей Украине. Это я могу понять, но мы, получается, такой жертвой в утренной зоне, и тоже от этого страдаем. Поэтому я думаю, что вот эти все страхи Запада, они, конечно, преувеличены. И, между прочим, не знаю, как по Евроньюз, но вот в последнее время вроде бы ситуация более-менее стабилизировалась, в том числе внутри Украины. То есть, гривна пошла назад, вот, начало откат опять набирать, да, упущенное здесь ростом доллара недавним, да, и как-то, ну, украинцы привыкли вот к такой вот перманентной ситуации, к такому перманентному стрессу, когда действительно есть какая-то нестабильность, какая-то угроза вторжения. Мы уже вот живем восьмой год в этом. Возможно, это чем-то, я вот говорил японцам, напоминает Японию и Северную Корею. Там их же тоже пугают постоянно. Вот, Северная Корея выпустила новую ракетку, все, всем конец. А вам, как израильскому, я, наверное, проведу примеры с Палестиной, с Ираном, тоже постоянно есть напряжение. Но это же не значит, что Израиль неуспешная страна. Наоборот, вы привыкли к такому режиму и показываете довольно успешные показатели в науке, в экономике, в медицине. Поэтому, знаете, списать на Путина все неудачи, конечно, можно, но украинцы все меньше и меньше верят этому. Ну, а Запад, да, там наблюдается паника. Но, видите, даже, если вы помните недавнее заявление ряда западных стран об эвакуации своих сотрудников, то, что интересно, потом, в частности, Штаты, они делали такое заявление, что только единицы из американских дипломатов и граждан, журналистов, бизнесменов, работающих в Украине, покинули Украину, несмотря на призыв Госдепа это сделать. То есть тут, видите, тоже те иностранцы, которые живут здесь, они понимают, что в Киеве никакая эвакуация не происходит, ничего не закрывается, никого в бомбоубежище не сгоняют. А помните, может быть, интересный случай, когда в одном из бомбоубежищ Киева обнаружили стриптиз-клуб? Вот что у нас происходит с бомбоубежищами. Поэтому, знаете, все это очень искусственно и, конечно, негативно сказывается на России, но в том числе и на Украине. Поэтому я, в принципе, поддерживаю попытки наших властей вот успокоить Запад и уверить их в том, что тут ничего не планируется, никакого сражения, никакой эвакуации и тому подобных вещей. Но получится ли у них переубедить Запад, это уже другой вопрос. Валентин, хотел спросить о заявлении генерала-лейтенанта в жирных сил Украины Михаила, или как теперь, Михайло, очевидно он, Михаила Забродский в эфире телеканала «Эспрессо» он назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже присоединиться к России. Я процитирую генерала. Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа России. Это как раз левобережная часть, условное направление Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы. Конец его цитаты. Скажите, пожалуйста, генерал знает, о чем говорит, или предупреждает о готовящейся заради? К слову, он еще депутат от фракции Порошенко «Евросолидарность», а не смогу нагнетать эту ситуацию. Вот, кстати, если я вспомнил про Деленкова, Кулебу и Резникова, что они, наоборот, успокаивают и, как ни странно, трезво более-менее оцениваются на текущей ситуации, то, например, различного рода прозападные политики, в том числе Порошенко и члены его фракции, они, наоборот, нагнетают. Вот, тоже такая довольно интересная тенденция, да? Кто на кого работает, сразу можно понять, да? Вот, и у кого какой паспорт под матрасом. Но, касаемо заявления Забродского, то, смотрите, это преувеличено, что какие-то там есть прямо масштабные настроения на юго-востоке или на левобережье, да? Люди пассивные, и во всех случаях, будь то Майдан, будь так называемая русская весна, мы имеем дело с меньшинством. Меньшинство выходило на Майдан, меньшинство выходило на акции протеста в Крыму и на Донбассе, понимаете? Основная масса, она хочет просто стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но в Крыму почти 100% проголосовали за отделение от Украины? Да, но тут надо еще учитывать во внимание, какая была явка, и там же голосовали и граждане Российской Федерации, там действительно был ряд нарушений. Вот, например, крымские татары проигнорировали в Крыму, по сути, этот референдум, но сейчас не об этом. Действительно, если мы берем в первую очередь города-миллионники Юго-Востока, такие как Одессу, Харьков, в меньшей мере Запорожье, Николаев, Днепр, там, конечно, могут найтись адепты вхождения Украины, будь то в Новый СССР или просто в Российскую Федерацию, как вот вы процитировали, там, в составе Южного Федерального округа, вот, но я не думаю, что это прямо, знаете, вот такая тенденция, которая может быть в этом регионе, да. Все-таки у нас тоже очень много поменялось за последние 8 лет, и в мировоззрении украинцев, и в их отношении к России. Я хочу напомнить, что у нас по разным вопросам около 40% украинцев негативно относятся к Российской Федерации, хотя до всех этих событий в 8-летней недавности таковых было не более 10%, да. Поэтому я не думаю, что вот прямо, знаете, есть толпы желающих, которые хотят войти в состав России. Да, отдельные какие-нибудь граждане, и понятно, они-то не декларируются публично, да, очевидно, что да, они бы, наверное, хотели бы, но не более того. Хотел спросить теперь об американцах, после того, как Блумберг опубликовал опрометчиво, назовем это так, о том, что Россия уже напала на Украину, там же разместили любопытную очень статью, практически следом за этой информацией, автор некто Клайн Круг, он пишет, а может Украине будет лучше вне НАТО и ЕС. Позиция Запада не принимать Украину в НАТО, но и не отвергать этот вариант в будущем, нелогично и контрпродуктивно. Эта неопределенность провоцирует конфликты. Выход из ситуации, мораторий на вступление Киева в Североатлантический блок. Конец цитаты. На ваш взгляд, Валентин, неужели готовится зарада со стороны Соединенных Штатов, а статья лишь, что называется, пробный шар они закинули. Вот Израиль уже кинули, американцы послабление Ирану дали, санкции сняли? Ну, касаемо Ирана, то вы же лучше меня знаете, что у демократов, у Обамы, и теперь у Байдена была такая более миротворческая позиция по Ирану. Ну, я сейчас не буду это комментировать, это совсем другая тема. Да, мы не про Иран. Ну, что же у вас вот зрада, вот постоянно в каждом вопросе зрада, зрада, зрада. Ну, тут никакой сенсации нет по поводу нежелания западных элит братья Украину в НАТО принимать или в ЕС. Это давно позиция была озвучена, ну, так, минимум с начала двухтысячных, а по-хорошему четко в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте, где нам было, по сути, отказано, нам, Грузии, в членстве в НАТО, и это членство было очерчено как такая очень туманная, далекая перспектива. Как вы знаете, в этом году будет саммит в Мадриде, НАТО, и, естественно, тоже наши элиты влагают большие надежды на этот саммит, но я вас хочу не видеть. По моему мнению, по мнению моих коллег, нам тоже не дадут зеленый свет, постоянно вот эти сказки нам рассказывают, что, да, мы вроде бы как не против, но как-то потом, не в ближайшие 10 лет, не в ближайшей перспективе. То, что вот сейчас вы процедировали, что вот речь может идти о моратории даже, тут я тоже особо не удивлен, особенно в контексте последнего диалога НАТО с Россией, гарантии, которые просит или требует даже Россия о нерасширении НАТО, гарантии безопасности. Возможно, это тоже не косвенно, а даже прямо связано с этим процессом, который сейчас вот идет, этот такой диалог, да, между коллективным Западом я бы этого тоже не отрицал. Но, повторюсь, главный вывод из всего этого, это нежелание Запада принимать Украину в НАТО и ЕС. Да, они рассказывают про какие-то, знаете, утешительные форматы, например, НАТО Плюс. Я думаю, вы слышали, да, такой непонятный мне формат, это же, ну, по сути, ни о чем. Это, если, вот, позвольте, девушка хочет выйти замуж за богатого кавалера, а он, конечно, не хочет на ней жениться, то он говорит, а давай мы с тобой не поженимся, у нас будет не семья, а семья Плюс. Вот какой-нибудь такой формат. То есть ты моей живой не будешь, но как-нибудь мы так оформим, чтобы всем было комфортно, вот, никого не обидеть. Но это же ни о чем. Вот, что такое НАТО Плюс? Вы мне можете объяснить? Да никто не сможет объяснить. НАТО Плюс. Правда, во время недавнего визита в Киев Бориса Джонсона ряд российских политиков, в частности, такой себе Сергей Марков, извините, он написал, что вот сейчас, во время этого визита Джонсона, Украина стала де-факто членом НАТО. Но тут тоже спорный момент. То, что впервые с 2006 года к нам приехал премьер-министр Британии, и то, что они нам передали вооружение, не самое новое, это же не факт того, что они нас считают равноправным союзником. Помните вот эту карту Тройственного Союза нового или новой Антанты Великобритании, Польши и Украины? Ну, кто-то там увидел новый союз. А я лично увидел новый санитарный кордон, который был 100 лет назад, когда Британия, Франция, Штаты и Италия хотели создать буперную зону вокруг большевистской России. Вот. Сейчас такие тенденции тоже наблюдаются. Чем во мне буперная зона из стран Балтии, из Польши и Украины, куда поступает все больше и больше западного оружия. Поэтому, возможно, в таком формате нас могут рассматривать и рассматривают. Но как полноправного игрока, будь то НАТОвского или Евросоюзовского, у меня большие сомнения и большой скепсис по поводу этого. Валентин, спасибо огромное за это интервью. У меня еще, конечно, есть вопросы. Тем более, Украина такая бездонная тема. Можно долго и долго говорить. Но я надеюсь, до следующего интервью эти вопросы не протиснут. Спасибо. Спасибо, Валентин. Всего самого доброго. Главное, мир в вашей земле, в вашей стране. И вам тоже. Спасибо. До новых встреч. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.